«Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Псалом 100.13 Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль владением его. Море увидело и побежало, и Ордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала, и с тобою, Иордан, Что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, И вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи земля, Пред лицем Бога Иаковлева, Превращающего скалу в озеро воды, И камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, Но имени Твоему дай славу, Ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить? Где же Бог их? Бог наш на небесах, Творит все, что хочет, А их идолы, серебро и золото, Дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, Есть у них глаза, но не видят, Есть у них уши, но не слышат, Есть у них ноздри, но не обоняют, Есть у них руки, но не осязают, Есть у них ноги, но не ходят, И они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их, И все надеющиеся на них. Дом Израилев Уповай на Господа, Он наша помощь ищит. Дом Ааронов Уповай на Господа, Он наша помощь ищит. Боящиеся Господа, Уповайте на Господа, Он наша помощь ищит. Господь помнит нас, Благословляет нас, Благословляет дом Израилев, Благословляет дом Ааронов, Благословляет боящихся Господа, Малых с великими. Да приложит вам Господь Более и более, Вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, Сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, А землю Он дал Сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, Не все, нисходящие в могилу, Но мы будем благословлять Господа Отныне и вовек. Аллилуйя! Первое соборное послание Святого апостола Петра Глава пятая Пастырей ваших умоляю я, Сопастырь и свидетель страданий Христовых, И соучастник в славе, Которая должна открыться. Пасите Божие стадо, Какое у вас, Надзирая за ним непринужденно, Но охотно и Богоугодно, Не для гнусной корысти, Но из усердия, И не господствуя над наследием Божиим, Но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, Вы получите неувядающий венец славы. Так же и младшие, Повинуйтесь пастырям, Все же, подчиняясь друг другу, Облекитесь смиренно мудрием, Потому что Бог гордым противится, А смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, Да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, Ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, Потому что противник ваш, дьявол, Ходит, как рыкающий лев, Ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, Зная, что такие же страдания Случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, Призвавший нас в вечную славу свою Во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашим, Да совершит вас, да утвердит, Да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана, Верного, как думаю, вашего брата, Чтобы уверить вас, Утешая и свидетельствуя, Что это истинная благодать Божия, В которой вы стоите. Приветствует вас избранная, Подобно вам, Церковь в Вавилоне, И Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Книга пророка Иезекииля Глава тридцать первая В одиннадцатом году, В третьем месяце, В первый день месяца, Было ко мне слово Господне. Сын Человеческий, Скажи фараону, Царю Египетскому, И народу его, Кому ты равняешь себя В величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане, С красивыми ветвями И тенистою листвою, И высокий ростом. Вершина его находилась Среди толстых сучьев. Воды растили его, Бездна поднимала его, Реки ее окружали питомник его, И она протоки свои посылала Ко всем деревам полевым. От того высота его Перевысила все дерева полевые, И сучьев на нем было много, И ветви его умножались, И сучья его становились Длинными от множества вод, Когда он разрастался. На сучьях его Вели гнезда всякие птицы небесные, Под ветвями его Выводили детей Всякие звери полевые, И под тенью его Жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотою Роста своего, Длиною ветвей своих, Ибо корень его Был у великих вод. Кедры в саду Божием Не затемняли его, Кипарисы Не равнялись сучьем его, И каштаны не были Величиною с ветви его. Ни одно дерево В саду Божием Не равнялось с ним Красотою своею. Я украсил его Множеством ветвей его, Так что все дерева Эдемские В саду Божием Завидовали ему. Посему так Сказал Господь Бог. За то, что ты Высок стал ростом, И вершину твою Выставил среди Толстых сучьев, И сердце его Возгордилось Величием его, Зато я отдал его В руки Властителю народов. Он поступил с ним Как надобно. За беззаконие его Я отверг его. И срубили его Чужеземцы, Лютейшие из народов, И повергли его На горы, И на все долины Упали ветви его, И сучья его Сокрушились На всех лощинах земли, И из-под тени его Ушли все народы земли, И оставили его. На обломках его Поместились Всякие птицы небесные, И в сучьях Были всякие Полевые звери. Это для того, Чтобы никакие Дерева при водах Не величались Высоким ростом своим, И не поднимали Вершины своей Из среды Толстых сучьев, И чтобы Не прилиплялись К ним Из-за высоты Их дерева Пьющие воду, Ибо все они Будут преданы Смерти В преисподнюю Страну Вместе с сынами Человеческими, Отшедшими В могилу. Так Говорит Господь Бог, В тот день, Когда Он Сошел в могилу, Я сделал Сетование О нем, Затворил Ради него Бездну И остановил Реки ее, И задержал Большие воды, И омрачил По нем Ливан, И все Дерева полевые Были В унынии По нем. Шумом падения Его Я привел В трепет Народы, Когда Низвел его В преисподнюю, К отшедшим В могилу, И обрадовались В преисподней Стране Все дерева Эдема, Отличные И наилучшие Ливанские, Все Пьющие Воду, Ибо И они С ним Отошли В преисподнюю К пораженным Мечом, И союзники Его, Жившие Под тенью Его Среди Народов. Итак, Которому Из дерев Эдемских Равнялся Ты В славе И величии, Но теперь Наравне С деревами Эдемскими Ты будешь Низведен В преисподнюю, Будешь Лежать Среди Необрезанных С пораженными Мечом. Это фараон И все Множество Народа Его, Говорит Господь Бог. Книга Пророка Иезекииля Глава 32 В двенадцатом Году В двенадцатом Месяце В первый День Месяца Было Ко мне Слово Господне. Сын Человеческий Подними Плач О фараоне Царе Египетском И скажи Ему Ты Как Молодой Лев Между Народами И Как Чудовище В морях Кидаешься В реках Твоих И Мутишь Ногами Твоими Воды И Попираешь Потоки Их Так Говорит Господь Бог Я Закину На Тебя Сеть Мою В собрании Многих Народов И Они Вытащат Тебя Моею Мрежею И Выкину Тебя На землю На открытом Поле Брошу Тебя И Будут Садиться На Тебя Всякие Небесные Птицы И Насыщаться Тобою Звери Всей Земли И Раскидаю Мясо Твое По Горам И Долины Наполню Твоими Трупами И Землю Плавания Твоего Напою Кровью Твоею До Самых Гор И Рытвины Будут Наполнены Тобою И Когда Ты Угаснешь Закрою Небеса И Звезды Их Помрачу Солнце Закрою Облаком И Луна Не Будет Светить Светом Своим Все Светила Светящиеся На Небе Помрачу Над Тобою И На Землю Твою Наведу Тьму Говорит Господь Бог Приведу В Смущение Сердце Многих Народов Когда Разглашу О Падении Твоем Между Народами По Землям Которых Ты Не Знал И Приведу Тобою В Ужас Многие Народы И Цари Их Содрогнутся О Тебе В Страхе Когда Мечом Моим Потрясу Пред Лицем Их И Поминутно Будут Трепетать Каждый За душу Свою В День Падения Твоего Ибо Так Говорит Господь Бог Меч Царя Вавилонского Придет На Тебя От Мечей Сильных Падет Народ Твой Все Они Лютейшие Из Народов И Уничтожат Гордость Египта И Погибнет Все Множество Его И Истреблю Весь Скот Его При Великих Водах И Вперед Не Будет Мутить Их Нога Человеческая И Копыта Скота Не Будут Мутить Их Тогда Дам Покой Водам Их И Сделаю Что реки Их Потекут Как масло Говорит Господь Бог Когда Сделаю Землю Египетскую Пустыню И Когда Лишится Земля Всего Наполняющего Ее Когда Поражу Всех Живущих На ней Тогда Узнают Что Я Господь Вот Плачевная Песнь Которую Будут Петь Дочери Народов Будут Петь Ее Об Египте И Обо Всем Множестве Его Будут Петь Ее Говорит Господь Бог В Двенадцатом Году В Пятнадцатый День Того же Месяца Было Ко Мне Слово Господне Сын Человеческий Оплач Народ Египетский И Незринь Его Его И Дочерей Знаменитых Народов В Преисподнюю С Отходящими В Могилу Кого Ты Превосходишь Сойди И Лежи С Не Обрезанными Те Падут Среди Убитых Мечом И Он Отдан Мечу Влеките Его И Все Множество Его Среди Преисподней Глубиней Преисподней И Полчища Его Вокруг Гробницы Его Все Пораженные Падшие От Меча Те Которые Распространяли Ужас На земле Живых Там Елам Со всем Множеством Своим Вокруг Гробницы Его Все Они Пораженные Падшие От Меча Которые Необрезанными Сошли В Преисподнюю Которые Распространили Собою Ужас На земле Живых И Несут Позор Свой С Отшедшими В Могилу Среди Пораженных Дали Ложе Ему Со Всем Множеством Его Вокруг Него Гробы Их Все Необрезанные Пораженные Мечом И Как Они Распространяли Ужас На земле Живых То И Несут На себе Позор Наравне С Отшедшими В Могилу И Положены Среди Пораженных Там Мешех И Фувал Со Всем Множеством Своим Вокруг Него Гробы Их Все Необрезанные Пораженные Мечом Потому Что Они Распространяли Ужас На земле Живых Не Должны Ли И Они Лежать Спадшими Героями Необрезанными Которые Которые Своинским Оружием Своим Сошли В Преисподнюю И Мечи Свои Положили Себе Под Головы И Осталось Беззаконие Их На Костях Их Потому Что Они Как Сильные Были Ужасом На Земле Живых И Ты Будешь Сокрушен Среди Необрезанных И Лежать С Пораженными Мечом Там Эдом И Цари Его И Все Князья Его Которые При Всей Своей Храбрости Положены Среди Пораженных Мечом Они Лежат С Необрезанными И Сошедшими В Могилу Там Властелины Севера Все Они И Все Сидоняне Которые Сошли Туда С Пораженными Быв Посрамлены В Могуществе Своем Наводившим Ужас И Лежат Они С Необрезанными Пораженными Мечом И Несут Позор Свой С Отшедшими В Могилу Увидит Их Фараон И Утешится О Всем Множестве Своем Пораженным Мечом Фараон И Все Войско Его Говорит Господь Бог Ибо Я Распространю Страх Мой На земле На земле Живых И Положен Будет Фараон И Все Множество Его Среди Необрезанных С Пораженными Мечом Говорит Говорит Господь Бог Воззови ко мне И Я Я Отвечу Тебе Покажу Тебе Великое И Недоступное Чего Ты Не Знаешь Недоступное Недоступное Недоступное